Вибрации этих людей разнятся в зависимости от уровня сознания каждого. Но ты должен понимать, что именно в этой ситуации, как никогда, каждый из вас проходит глубинный опыт. Я говорю обобщенно, потому что хотел бы, чтобы через тебя это услышало большее количество людей. Мы направляем энергию, направляем информацию, но сила матрицы велика. Как если вы представите земной шар, то это некая встройка в атмосферу. Конечно же, это энергетическая прослойка, которая имеет фильтры и просто не пропускает всю информацию, пытающуюся пройти через эти фильтры, не пуская до сознания людей. Вот почему так важно передавать им это. Сейчас очень большое напряжение сознания. Это паника чувств, паника тел, паника ума. Потому что вы очень материализованы, привыкли основываться именно на этот мир. А этими вашими качествами пользуются иные структуры, те, что взяли ответственность за управление вашими сознаниями. Тогда, когда вы хотите быть свободными, вы должны слышать себя, вы должны слышать твой внутренний голос. При этом идет жесткое программирование каждого из вас. Это программирование является манипуляцией. Манипуляцией сознаний. При этом глобальное чувство страха не дает сознанию видеть истинный ход вещей. И безусловно, это же ваша вибрация влияет на последующее развитие событий. Вы становитесь невольными участниками и даже творцами того, что происходит в реальности сейчас. Потому что состояние страха, напряжения, и все эти чувства настолько сильны, что они перебивают потоки любви, веры и доверия. Эта грязь, как нефтяное пятно, покрывает землю, не давая чистым вибрациям, не давая свету солнца пройти сверху в воду и не позволяя тем, кто находится под ним, получить нечто очень важное для себя и проявиться. Вот почему сейчас время варенья. Вы уже были и проходили опыт нахождения в оболочке. Это была подготовка вашего сознания на протяжении долгого времени. Прискивались инъекции страха, инъекции ограничений. У слабых людей эта прививка сработала, и они по наитию сейчас продолжают жить, ускоряя свой собственный конец. На самом деле, все гораздо проще, чем вы можете себе представить. Поймите, что та трансформация, которая вынудила сейчас проявиться обстоятельствам на земле, была инициирована сверху. И именно взаимодействие сил на толком плане должно поставить точку в этих событиях. Но ваша задача и ваша возможность в этой ситуации проявить себя и быть самими собой. Вам неоднократно говорилось, что сейчас падают маски, они следают, все обнажается и, как прежде, уже не будет. Вам неуютно в этой ситуации и хочется вернуться в то, как было, привычное пространство. Но и осознайте, что его тоже не будет. Его не будет на всех планах. И это вовсе не означает конец света. Это обозначает конец определенной эпохи, определенного пути. Задача каждого из вас сейчас раскрыться, проявиться в своей истинной эпостаси. Потому что у каждого имеется своя программа. Программа восприятия, программа прохождения кармы. Но и программа, с которой вы выступаете творцами. Вы на Земле представляете физический мир. И изменение этого мира невозможно без участников физического плана. Поэтому каждый из вас, хочет он того или не хочет, он участвует в процессе переформатирования пространства. Просто вы должны осознать для себя, чего вы ждете от будущего своего. От того, каким вы видите мир для своих потомков. Каким вы видите мир для себя, предыдущих, последствия. И также я неоднократно говорила о том, что, безусловно, вы являетесь своего рода воинами. Воинами, ведущими взаимодействие, борьбу, отстаивание интересов на любых планах. Как это проявится сейчас в каждом из вас, зависит от вашего личного выбора. Основная задача в том, чтобы вы прислушались к своему сердцу. И чтобы перестали стараться соответствовать. Ведь это не является истиной. Это искажение. И вы сойдете с ума в последующем, осознав это искажение. Настройтесь на свою истину. Будьте честны по отношению к себе самим. Субтитры создавал DimaTorzok